Слушай, ну в первых отношениях я правда был дебилом, вот честно скажу, отмороженный, молодой, абсолютно потерянный в пространстве, сказать, что я там был примерным отцом, нет, мужем примерным, нет, оценивать степень примерности моей жены я не могу, понимаешь, есть моменты, которые, из-за которых моя как бы семья распалась, и не я ее, кстати, развалил, и не я был сторонником развода, да, то есть моя жена от меня ушла, вот, и, ну как бы, и ушла к моему другу еще, лучшему, представляешь. Это их как бы личное дело, не знаю, может быть, из-за того, что я был деградантом, и она ушла от меня к моему другу, но как бы я смотрю на своего друга, и он тогда был не меньшим деградантом, чем я, понимаешь, что на нее повлияло, я знать не знаю. А они до сих пор вместе? Да. Вот, и, ну, ребенок родился, дочь, вот, ну, я думаю, все хорошо, надеюсь, у них все прекрасно. И у меня сын, он же взрослый, ему 17 лет скоро будет, он по два метра роста, у меня с ним удивительные отношения, он мой друг и мой сын, у вас нет никаких, у него нет никаких секретов от меня, мы все обсуждаем, мы вместе тренируемся, спорт, отдых, и все здорово, прекрасно. Второе отношение, да, то есть второй брак, он как бы, да, тоже распался, и тоже от меня ушла моя жена, но там не было никаких конфликтов, скандалов, никто никого не бил, вот, знаешь, в какой-то момент у человека просто меняются интересы и принципы жизненные, и моя жена принимает ислам, она становится мусульманкой, маша Аллах, я считаю, что если она это сделала, значит, для нее так лучше всего. Ну, и как бы, и начинаем просто мне говорить о том, что давай, как бы, либо ты принимаешь ислам, либо я не могу с тобой быть. Ну, и несколько лет это все длилось, да, несколько лет мы там пытались договориться, но, несмотря на все мое уважение к исламу, на то, что у меня очень много друзей мусульман, несмотря на то, что я, получая свое первое религиозное образование и изучал Коран, да, и со многим согласен, и где-то даже в своей работе использую знания, взятые там из Библии, из Корана, я не пошел на это. И все, и отношения закончились, то есть там не было никакого насилия. У нас там дочь, да, у меня с ней удивительные отношения, у меня нет отношений плохих с детьми, и никто там не расставался, потому что кто-то кого-то обманул, там, ты, ну, так, ты, козел, ты, там, плохая, ты, ну, не бывает так. Но если что-то не так в отношениях, значит, там оба хороши, оба не понимают, почему что-то не могут сделать, отремонтировать. И все, конечно, все. Сейчас у меня отношения, слава богу, в них все замечательно. А замечательно, потому что созрели, потому что встретил человека, с которым могу быть собой. И надеюсь и верю, что и моей жене так же хорошо со мной. Поэтому это определенные сложности, я безумно благодарен своей жене за ее доброе сердце. Потому что я редко встречаю женщин, которые могли бы так открыто, с чувствами, это не лицемерие, это так играть невозможно. Вот то, как моя жена относится к моим детям, ну, не знаю, мне кажется, так даже мамы некоторые не относятся. Они ее любят, они к ней тянутся, детей же не обманешь. Вот они тянутся к ней. Понятно, что это требует определенного понимания специфики данных отношений. И как бы ты ни любила даже детей своего мужа, либо просто принимала их, вот да, я понимаю, что это дети, всегда начнутся какие-то недопонимания. Женщина может ревновать своего мужчину, да, что он вот тянется к детям, больше внимания с ней, времени проводит с ними. Где-то мужчина, ну, такой неграмотный, будет показывать женщине, что она там не так приоритетна для него, как дети. Опять же таки, все зависит от зрелости. Вот, и в моих отношениях уже в настоящих у нас, к большому сожалению, умер ребенок в феврале этого года. Не шутка. Для нас это, конечно, с женой такой был период, ну, непростой. Да, и приходилось и работать, у тебя и лекции, и курсы, и то, и все, и другие там какие-то дела. Не нужно собирать себя в кучу, и жене быть поддержкой, и опорой. Ну, а люди со стороны, они часто поверхностно смотрят на все то, что происходит в твоей жизни, думая, что ты пытаешься лицемерить, я никогда никого ни в чем не обманывал. Ну, раньше, да, я там любил где-то что-то приукрасить, а сейчас я такой, какой я есть. Меня можно принимать, можно не принимать. Я никого не заставляю себя любить. Но и ни от кого ничего не скрываю никогда. Да, был такой опыт. Да, был опыт деградации, был опыт становления. Был опыт взлетов-падений. Был опыт трагичных, какие-то трагические ситуации в семье. Никто не знает, что будет завтра. Может, моя жена через две недели придет и скажет, слушай, прости, я встретила человека и полюбила его. Я хочу быть с ним. Ну, значит, так и будет. Вот как бы ты этому не противился, не сопротивился, значит, так и будет.